Всем привет, с вами Андрей. Сегодня мы посетим Гамбургский исторический музей. Были мы здесь пару раз, но экспозиции каждый год меняются. Да и детям стоит показать, чтобы они не забывали, что есть история. И, как говорится, развитие всегда приветствуется. Так что пройдемся и посмотрим. В соседнем зале играют вживую на старых инструментах. Очень красиво и можно прийти, посидеть и послушать. Подошли мы к картине и дети спрашивают нас, это тетя или дядя. Я затрудняюсь ответить. Как Гамбург выглядел в 16 веке. Вот картина нарисована. Это центральная часть Гамбурга. То есть совсем мало строений еще, много леса. Ребенку по своему показу это гугл 2000, когда не было еще интернета. Вот энциклопедия в бумажном виде. Если тебе надо было что-то найти, какое-то там слово, ты искал на букву и описание к нему было. Такие тома люди листали, перечитывали, искали. И хоть что-то в голове оставалось. Сейчас же у детей есть интернет. Вот такая полицейская каска была в Гамбурге в 1960 году. Это все есть в музее. Показано, что вся история нашивки военные. Кортик. Ремни. Постепенно мы поднимаемся выше. Новая экспозиция. Это показана команда пожарников. Раньше так возили воду. В таких бочках больших. Это было в 1842 году. Вот в макет Гамбурга. Это 18 век. В 18 веке все дома были из дерева. И был большой пожар. Почти вся центральная часть Гамбурга сгорела. Люди выбрасывались в озеро. И кто плавать не мог, просто тонули. Потому что пожар был очень сильный. И долго его не могли потушить. Почти вся центральная часть Гамбурга выгорела. Самое интересное, что мы смотрим экспонаты. И вы видите пыль. И кто-то пылюгой, да. Как моя супруга говорит. И даже на пыли. Вот кто-то пальцем написал. Это был 22-й год. Где-то я видел даже 21-й. То есть эта пыль лежит годами. И возможно уже столетиями. Так, это мы зашли где модели разных кораблей. Очень красиво все. Посмотрите, корабль в разрезе. Полностью показано, как происходит работа двигателя. Вот идет вал. Вот здесь готовили на корабле. Такая небольшая кухонка была. Для чего эта ножовка? Что он ей пилил? Так, это я показываю кухню с другого ракурса. Посмотрите, мясорубка была прикручена к стенке. Чтобы в случае качки она просто была на своем месте. Радиорубка. Человек сидел и азбукой Морзе выбивал. Вот здесь. У меня пойдем мы через Гамбургский порт и туда к морю. Полный вперед. Морзе выбрал. 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот церковь или медицина, вот такие амулеты, людям продавала, якобы их защитить от черной чумы. Сегодня это у нас делают вакцины, а раньше это вот такие медальоны были. Так, а чуть ниже, в 16 веке, показан человек, который ходил налево и заболел сифилисом. И раньше эта болезнь не лечилась, вот он так был весь покрыт язвами, и это все изображали в виде такого, не знаю, деревянного. Показывали людям, что будет с теми, кто ходит налево. Сифилис Кранкен. Я понимаю раньше, какие были размеры, мой рост средний, метр восемьдесят. Поближе я вам покажу. Движная вкрашина для ключей мне по шее. И чтобы мне дотянуться до верхней полки, мне надо лезть, понимаете? Размер этого шкафа больше трех метров. Скажите, по истории люди были в среднем метр пятьдесят, метр шестьдесят. Это был 14-15 век. Для чего такой большой шкаф таким маленьким людям? Такая пушка мощная. Человека четыре-пять должны были передвигать. Колеса какие кованые. Да, таскали. Вот из дерева все красиво оформлено вот так. Интересно, откуда это все было снято. А в Европе раньше так отапливали комнаты. Вот такая печурка стояла возле каждой стены, там где был дымоход. Вот сама комната. Пол до сих пор скрипит. Это я так скрипил. Цела музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот так мы посетили исторический музей города Гамбурга. Мне понравилось всем, так что Мне даже очень понравилось, хоть и мы были здесь не раз, но Смотришь каждый раз, как первый раз. Так что, ребятушки, давайте прощаться. С вами был Андрей. Всем пока. Продолжение следует...